Смешанные эстафеты в Холмин-Колине стартовал сегодня чемпионат мира по биатлону. В Норвегию отправились сразу 12 белорусских спортсменов, 5 из них депутанты мирового форума. Как и весь сезон пропускает чемпионат мира Дарья Домрачева. Чего ожидать поклонникам биатлона от норвежского старта и как сложилась для белорусов первая гонка? Репортаж Елена Горельчик. Минут за 20 до начала нашей работы стали получать картинку из Холмин-Колина. В Комментаторской Владимир Новичский появляется почти за час до начала гонки. Изучить стартовые протоколы, промониторить последние новости, наконец настроиться на работу. Хочется ожидать, что тренеры, как и рассчитывали, сумеют подвести наших земляков к главному старту сезона в оптимальной форме. Предыдущие топ-соревнования, Олимпийские игры, Чемпионаты мира не раз дарили самые громкие сенсации, когда в число призеров попадали те, от кого этого совсем не ожидали. Без дом врачевой, но с надеждой трехкратная олимпийская чемпионка еще летом заявила, этот сезон она пропускает. Биатлонистка переболела мононуклеозом и организму потребовался отдых. Лидировать в сборной выпала роль Надежды Скордина. Чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальной форме, она пропускала заокеанские этапы, а соревновательной практики набиралась на чемпионате Европы в Тюмени, где гонка преследования принесла ей золото и чемпионский титул. Скордина, пожалуй, наша главная и единственная надежда на медаль. Козырь белорусский – отменная стрельба. В этом сезоне спортсменка закрыла 93,4% мишеней. Показатель не только лучший в карьере, но и среди всех биатлонисток за последние пять лет. К сожалению, досрочно завершила сезон еще одна Надежда – Писарева. Освободившееся место в сборной сразу же заняла Кристина Ильченко. Правда, пока высокими результатами экс-россиянка похвастаться не может. Дебютируют на чемпионате мира также Анна Соло, Дарья Юркевич, Максим Воробей и Роман Елетнов. Кстати, последний нес белорусский флаг на церемонии открытия чемпионата, которая прошла накануне в Осло, и особо гостей и участников не впечатлило. Дело в том, что бюджет мероприятия по решению властей города был сокращен на 20%. Нет среди участников чемпионата мира Виктора Кривко, который здорово показал себя в Тюмени, во всех четырех гонках оказавшийся в числе 15 сильнейших. Молодой биатлонист выступит на чемпионате мира только юниорском. Если не витать в облаках и быть реалистом, то буду доволен у женщин каждому вхождению в топ-10, а у мужчин в топ-15. Это, конечно, не значит, что нет настроя на большее дерзновение. Но мы же договорились применять реалистичный подход. Еще эстафеты. Парни должны бороться за место в первой десятке, а девчата уже несколько раз в сезоне замахивались на большее, а значит, их амбиции более горячие. В смешанной эстафете белорусы допустили всего один промах. Незакрытый осталась мишень у Ирины Кривко. Однако даже такая стрельба не позволила нашей команде претендовать на медали. Наш квартет в итоге расположился на девятом месте, а выиграла же гонку сборная Франции. Завтра на чемпионате мира выходной уже 5 марта в Холмин-Колине пройдут две спринтерские гонки. В 13.30 на старт выйдут мужчины, спустя 3 часа женщины. Прямые трансляции будет вести телеканал «Беларусь-5». Елена Горильчик, Виктор Борисов, агентство теленовостей.